если вы настраиваете контекстную рекламу и хоть как-то с ней взаимодействуете значит вы точно знаете что контекстная реклама связана со многими статистическими данными со многими цифрами значениями и текстами и как правило все это в режиме многозадачности чтобы не допускать ошибок и грамотно и точно и четко идти к поставленной цели и результату на помощь вам придет верный друг и помощник excel который поможет вам справиться со всеми вашими проблемами и задачами всего лишь при помощи парочки форм он уж точно сэкономит вам гораздо больше свободного времени а чем если бы вы все это делали вручную для чего вообще нужен excel в работе с контекстной рекламе как минимум для трех целей во-первых это создание вообще с нуля компании она создается при помощи шаблонов шаблоны google ads яндекс директа можно спокойненько себе перенести сделать в excel но у нас есть отличная утилита которая генерирует объявление google ads и создает попутно вам целую компанию которую нужно всего лишь скопировать и загрузить а также генератор объявлений яндекс директа команды поэтому если вы еще каким-то образом не использовали наши отличные утилиты бегите это вам сэкономит просто кучу времени ссылочки я конечно оставлю в описании ну и вторым пунктом это корректировка данных часто бывает что нужно огромными массивами что-то скорректировать что-то убрать что-то добавить и конечно вы все это можете делать в таких специальных программах как google ads editor а также яндекс командир то есть директ команды но если вдруг они по какой-то причине у вас сейчас под рукой их нет или они не запускаются но есть excel поверьте он все это тоже сможет быстро сделать всего лишь при помощи пары простых форму ну и конечно же статистика и отчеты аналитика все это можно делать при помощи экселя там очень много всевозможных форму которые помогут вам создать очень красивый отчет наглядный где вы можете все прекрасно себе увидеть меня зовут Алена Полюхович и давайте уже скорее начнем рассматривать магические штучки экселя и так первое что это excel может удалить минус слова при работе с текущими компаниями может потребоваться такая функция и сделать это очень просто с помощью экселя мы выбираем нужные нам ключевые слова далее выбираем поиск и замену то есть это здесь можно найти например и заменить либо же с помощью функции можно сделать ctrl f будет тоже самое вызываться меню и в заменить мы прописываем defis и через shift ставим звездочку а заменить на мы поле не трогаем выставляем как есть и пишем заменить все и все все элементы как мы видим заменены все минус слова которые нам нужны были удалились далее очень часто бывает такое что когда мы собираем кучу ключевых слов нам необходимо удалить дубли и конечно с этим справится любая программа сторонняя даже тот же кей коллектор однако если у вас его нет но есть под рукой excel то вы можете быть уверены в том что excel справится с этой задачей ничуть не хуже все что нам нужно сделать это выбрать лист перейти на данные выбрать удалить дубликаты после этого мы выбираем нужное нам поле обычно здесь все автоматически проставляется галочки на всем нам конечно нужно допустим только одна колонка мы выбираем так вот ту колонку с которой нам нужно удалить дубликат ставим галочку напротив нее и жмем ok и как мы видим удаляющиеся повторяющиеся значения у нас было всего лишь два они удалились и осталось уникальных 24 значения следующий очень полезный лайфхак в excel это добавление знака рубля ну или любой другой валюты согласитесь что когда мы вот так вот прописываем рублей сокращенно с точкой выглядит это не всегда аккуратно и кажется как будто нам было просто лень дописать но если мы будем писать полностью знак рублей то есть то тогда символов потратится гораздо больше а не всегда они у нас есть и здесь нам на помощь конечно же приходит excel чтобы добавить значок рубля все очень просто нужно зайти в формулы выбрать текстовые найти здесь рубль далее выбрать нужную ячейку в которой указана цена и программа нам подставит уже автоматически символ рубля то есть мы видим 250 рублей и выглядит это уже гораздо эстетичнее а делается как вы видите очень просто также часто нам нужно найти те ячейки которые содержат например слово сайт но не содержит слово раскрутку ну допустим чтобы посмотреть какую-то статистику по конкретно этим ключам и сделать в excel это очень просто мы выделяем нужную нам ячейку переходим в фильтры нажимаем на кнопочку рядом которая открывается идем в текстовые фильтры выбираем содержит выбираем слово точнее вставляем то слово которое должно у нас содержаться в ячейках в данном случае сайт далее выбираем и или в нашем случае и нам нужно найти не содержит и вот здесь прописываем раскрутка нажимаем ok ну и все вуаля нам отфильтровались все ячейки в которых есть слово сайт но нет слова раскрутка ну а в работе со статистикой часто бывает такое что нам нужно отфильтровать конкретные числовые значения ну допустим мы хотим посмотреть те ключи где CTR был больше единицы а количество показов было больше ну там скажем 30 для этого мы идем в данные ставим фильтр переходим к нужному нам значению рядом нажимаем выбираем числовые фильтры выбираем больше или равно ставим наше значение 1 нажимаем ok после этого идем в следующую колонку которую нам нужно сравнивать в нашем случае были показы допустим также идем числовые фильтры больше или равно вставляем наше числовое значение 30 как я уже сказала нажимаем ok и вот мы видим картину здесь у нас все данные всех ключевые фразы у которых показов было больше чем 30 или 30 и CTR у которых больше единицы также довольно частая ошибка при невнимательности это двойные пробелы если вы работаете с текстом и много то просто по ошибке невнимательности можно допустить вот такую вот ошибочку двойные пробелы но работая именно с объявлениями например в той же контекстной рекламе эта ошибка не простительная потому что двойной пробел это дополнительные символы а символы у нас как вы знаете на вес золота но с этой проблемой легко расправляется excel и все что нам нужно сделать это зайти в формулу выбрать текстовую формулу найти sg пробелы после этого мы кликаем по нужной нам ячейке допустим и нажимаем ok все автоматически двойной пробел убрал часто бывает также что нам нужно чтобы буквы были заглавные а так как мы экономим время то часто мы пишем без использования учета регистра но здесь нам также придет на помощь excel и вот такая вот у нас формула прекрасная длинная начинается в какие все формулы с равно прописываем заменить далее ставим скобочку кликаем на нашу ячейку после этого ставим точку с запятой ставим единичку еще раз точку с запятой еще раз единичку еще раз ставим точку с запятой теперь следующая формула у нас прописан прописан ставим открываем скобку пишем лев символ дальше снова открываем скобочку опять кликаем по ячейке опять делаем точку с запятой единичка и три скобочки и жмем enter и вуаля у нас получилось продвижение сайтов где первое слово первая буква срочно ну а теперь давайте разберем этого монстра этой формула и так а часть которая начинается с заменить и вот здесь вот все эти наши единички что это значит во-первых а1 вот это вот это наша ячейка с текстом который собственно и нужно заменить далее 1 это порядковый номер буквы которую нам нужно заменить на прописную на заглавную точнее еще одна единичка это количество букв которые необходимо нам заменить далее вот эта вот часть прописан лев символ а1 опять же это ячейка в которой нам нужно производить замену и 1 это количество символов которые нам нужно вставить ну а отчет символ идет слева направо как мы и привыкли а теперь представим с вами обратную ситуацию когда мы по ошибке сделали все слова заглавные буквы а нам нужно со строчной или же наоборот а у нас там не знаю где-то фигурирует название компании вдруг клиент решил что почему бы не назвать свою компанию с строчной буквы ну сомнительно конечно но пускай здесь формула гораздо проще и гораздо легче чем была предыдущая все что нам нужно прописать ее называется она строчной выбираем нашу ячейку в которой нужно все это заменить закрываем enter и вуаля магия теперь наше продвижение сайтов стало все слова с маленькой буквы следующая очень полезная функция это посчитать количество символов знаков в строке очень полезно если допустим мы прописываем в excel там заголовки объявлений да и например в том же google ads мы можем использовать всего лишь 30 символов для первого второго и третьего заголовка ну и соответственно на глаз мы не прикинем сколько мы уже использовали подсчитывать вручную это тоже глупая затея и здесь нам тоже поможет excel все что нам нужно сделать это перейти формулы текстовые выбрать до строки и выбрать текст в котором мы хотим это посчитать и нажать ok и вот мы видим что продвижение сайта всего лишь 18 символов ну кстати учите что все эти знаки считаются вместе с пробелом далее убираем лишний текст с вами с конца допустим вы уже увидели что вы перебрали с количеством символов а вам нужно вот эту вот фразочку ключ внести в заголовок и вы знаете определенное количество символов для заголовка для этого мы переходим опять же формулы выбираем текстовый находим формулу лев символ выбираем текст который нам нужно сократить и выбираем количество знаков ну к примеру 33 нажимаем ok и получаем что нам сокращает с левой стороны убирает с левой строки лишние символы ну конечно это может быть корявенько как например в этом случае допустим мы выберем 30 символов поэтому придется с этим конечно поиграться вот продвижение сайтовый раскрутка к примеру да уже смотрится поинтереснее поэтому учтите это что нужно за этим конечно же следить может получиться немного коряво но тем не менее следующая полезная функция это она чем-то похожа на предыдущую это когда нам нужно выбрать нужное количество символов в начале в середине или в конце так что нужно сделать мы выбираем опять формулу текстовые ищем формулу pstr теперь мы выбираем ячейку из которой нам нужно это сделать начальную позицию и количество знаков нажимаем ok и вот мы видим что она нам сократилась купить гараж в москве до гараж в москве ну а следующим пунктом мы с вами объединяем в одну ячейку разные части например вы прописали несколько различных вариантов заголовка но нужно их всех объединить например там добавить в конце адрес цену там название все что угодно и тут нам снова поможет наш верный друг и помощник excel все что нам нужно сделать кликнуть по свободному месту перейти в формулы в текстовый находим функцию точнее формулу сцепить выбираем текст 1 текст 2 мы ставим пробел но если он нам нужен конечно и в тексте 3 с чем мы сцепливаем и нажимаем ok и вот мы видим что из отдельных частей купить гараж и в москве получилось цельно купить гараж в москве главное соблюдайте все регистры и знаки пробелов если они вам нужны но иногда нам нужно просто проставить кавычки на название и как сделать это массово при помощи excel опять же наши любимые формулы на следующая формула равно символ с большой буквы так после этого вставляем 34 34 это кавычки так что не пугайтесь далее ставим знак амперсанта добавляем теперь сразу следующую формулу sg пробелы после этого добавляем номер ячейки в моем случае b1 то что нам собственно нужно взять кавычки закрываем добавляем снова амперсанта и снова выбираем символ чтобы просто закрыть наши кавычки так 34 и нажимаем enter и все как мы видите seo quick у нас взято это слово теперь в кавычки конечно это еще не все формулы excel надеюсь что обзор был для вас полезен и они сократят вам количество времени на рутинную работу на проверку там количество символов знаков подставления кавычек и так далее и соответственно у вас появится больше времени для генерации каких-то крутых идей именно связанных с рекламой рекламными объявлениями ну а также вам еще очень сильно упростит время и жизнь наши утилиты это генератор типов соответствия для google adwords также генератор объявлений google ads генератор объявлений яндекс директ ссылки я оставлю в описании вы также можете найти их на нашем сайте в разделе утилиты теперь все те задачи которые раньше отнимали у вас кучу времени будут делаться автоматически из-за вас но вы пишите в комментариях пользуясь ли вы какими либо формулами которые я сегодня вам приводила в пример или же вы узнали что-то новенькое возможно у вас есть какие-то формулы секретные которые также помогают вам работе в excel и в контекстной рекламе обязательно оставляйте в комментарии задавайте свои вопросы если они у вас остались конечно же заходите на наши аудио подкасты слушайте их с удовольствием по дороге на работу также вступайте в нашу телеграм-группу там вы можете получить ответ не только от нас но и других участников нашего сообщества конечно же подписывайтесь на наш канал будем очень рады будем также рады если вы будете делиться нашими видео в своих социальных сетях ну и конечно заходите к нам в гости в наш инстаграм аккаунт до новых встреч и хороших вам продаж